Так, значит, теперь я буду то, что я собрала на эту тему. Мы приходим к Библии, и есть замечательные слова Лорда Байрона об этом. В этом величественном произведении Новом Завете заключен секрет всех секретов. Счастливы те, кто по милости Божией правильно понимает эту святую книгу. Но вот он говорит о Новом Завете, и очень часто верующие так потихоньку считают, что Новый Завет – да, а Ветский Завет вроде бы для евреев, а не для нас. Но мы много будем говорить с вами из Ветхого Завета и из Нового Завета, потому что тут тоже я сделаю такое открытие. Это если взять послание к римлянам, что я поняла про Ветхий Завет. Я понимала всегда, но тут прямо написано. Это конец 14 главы и начало 15 главы. Что по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие, то есть Библию, по повелению вечного Бога возвещена всем народом для покорения их вере. Я поняла, что Библия написана для христиан, которых тогда еще не было. Потому что в Библии открыто есть тайна, которая пока умолчена, чтобы и другим народам благовествовать спасение. Евреям, 11 глава. Евреям. Когда, взирая на их... Да, 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 блока свидетелей, да. И в 15 главе. Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли важнейшее качество – надежду. Надежду. Ну вот. Это наша книга. Но для меня была новая мысль, что Библия, древнейшая книга, писалася, имея... Бог имел в виду тех будущих христиан, о которых тогда и слыхом не слыхал никто. Но там есть такие «возрадуйтесь, язычники». Для язычников свет тоже высияет. Язычники – это и мы с вами. Имеется в виду христиане, из язычников. Понимаете, как? Возрадуются у тебя народы. Возрадуются у тебя народы. Возрадуются у тебя язычники. Поэтому, видите, как получается, интересно. Бог написал Писание Ветхий Завет. Наша книга написана для нас, для христиан последнего времени. Это удивительная вещь. Поэтому мы внимательно будем смотреть цитаты и оттуда, и отсюда. Ну вот, написано у Экклезиаста. Я эти места... Значит, 3.11. Экклезиаст 3.11. Смотрите. «Всё соделал он, Бог, прекрасным в своё время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Всё соделал он прекрасным». Это говорится после слов, что на всё своё время – рождаться, умирать, насаждать, вырывать, убивать, прочевать. Понимаете как? И на всё своё время, и время старости, и время молодости. И это прекрасно. Всё в своё время прекрасно. И вложил мир в сердце их. Мир не в смысле покоя, а то, что мир, весь созданный мир, он помещается в нашем сердце. Но это же удивительно. Сын у меня в экспедициях, он географ, он однажды написал, «Мама, когда я стою на вершине горы снежной, мама, я такой маленький, я тут муха, но я вмещаю в себя всю эту гряду гор и далёкое море, которое даже не видно отсюда, и всё это небо, я вмещаю в себя этого маленького. Думаю, какое ему Господь откровение дал. Вот это Бог вложил мир в наше с вами сердце. Мир. И всё соделал прекрасным в своё время. Наш грех, он многое безобразит, но он-то создал всё прекрасное. Почему человек так часто восстанавливал свою целостность, своё душевное здоровье на природе? На природе. Почему предлагают отправиться на рыбалку или на охоту, или в туристическое путешествие? Потому что, посмотри, как чуден Божий мир. всё соделал он прекрасным в своё время. Ну, естественно, что вот мы будем сейчас говорить о красоте старости. И старость прекрасна. И лучшая половина жизни она вторая. И цель жизни не зависит от возраста. Цель жизни – возрастать в духе, прославлять своей жизнью Бога, содействовать исполнению Его замыслов. Могут все люди, если они имеют страх Божий и соблюдают Его заповеди, они находят смысл жизни. И это не зависит от возраста, цель жизни. Но как понимать эти замыслы? Сказал Господь, если любите Меня, исполните заповеди Мои. И они не тяжкие. О старых людях написано, внимательно прочитаем, что написано. это титу. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Вторая глава. Это тит. Вторая глава, второй стих. Ветрейте стих. Чтобы старецы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть попечительными, когда были целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово Божье. Здесь очень интересно, какие именно достоинства указывает апостол Павел, потому что то, что мы чего-то просим или требуем, это те места, в которых человек может быть слаб. Понимаете ли, я даже хочу начать со старец. Одевались прилично святым, потому что чтобы не молодились, чтобы не изображали из себя резвых козочек. и чтобы не были клеветницы. Это порог свойственен больше женщинам, чем мужчинам. И клевета хитрая вещь. Наш дьявол, наш враг дьявол, он клеветник. А что такое клевета? Это не есть вранье. Это правда. искажённая, потому что помните, спрашивал Иов, даром ли богобоязнен Иов? То есть он бросал тень, он согласен, что Иов такие добрые дела делает, но даром ли мотивы у него корыстные? Ты же его оградил всем, ты же ему дал столько. Он указывал на мотивы. И женщины очень склонны указывать плохие мотивы, осуждая кого-то. Вот человек, может быть, заболел, пропустил собрание, а тут говорят, а он небрежен, или он куда-то уехал, или он занимается гостями. То есть начинают мотивы другие. Это очень склонные женщины предлагать не те мотивы, не оправдывающие, а обвиняющие мотивы. Мотивы понятно, побуждение. Это человек не может иметь, не имеет права делать. Чтобы они не были клеветницы, чтобы они не порабощались пьянству. Так странно. Об можно было старцам сказать, а тут старицам сказано. Потому что под видом заботы о здоровье и того, что могут употреблять спиртное, и я это даже не знала, тут так написано, чтобы не порабощались пьянству. и учили добру, чтобы разумляли молодых любить мужей, любить детей. Не судить свою половину, а учить любить. Как любить мужей, как любить детей. Понимаете ли, то есть очень чувствительные места в жизни старец. Затем Библия говорит, открывает удивительные просторы жизни впереди. Для верующих пожилых людей всё лучшее находится впереди. Это так прекрасно. Я хочу специально открыть и прочитать. Это притча. Притча 4 18 стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Это всё удивительно. Путь же без законных, тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Значит, чем больше, тем светлее становится. А тут, понимаете ли, тем дальше, тем светлее. до полного дня, то есть полный день, когда мы встретимся лицом к лицу с Господом. И она как светило лосезарное, которое более и более светлеет до полного дня. То есть впереди всё светлее и светлее. Я уже говорила вам эти любимые свои стихи ожидания праведного радости. Впереди всегда радость. Впереди всегда свет. с библейской точки зрения я очень часто слышу, да все мы слышим, что когда людей спрашивают по телевизору или просто на улице спрашивают, если у вас была возможность прожить свою жизнь заново, как бы вы её прожили. И многие говорят, что ничего бы не поменяли в своей жизни. А если с библейской точки зрения, как взглянуть на это? Вы ждать, как мы смотрим. что вы знаете, что когда Господь находит нас, оно всё меняется в жизни. Оно в самом деле всё меняется в жизни. Меняются ориентиры, цели, мечты, смысл. Вот об этом сейчас мы будем рассматривать разные примеры пожилых людей. Для многих верующих поздние годы становятся временем умиротворения и счастья. Они достигают лучшего в старости. Ведь в человеке не всё успевает созреть. Труд это одно, а плод это другое. И спелый и сладкий ещё замечательный место. Второе Коринфянам 4.16. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Если ты встретил верующего человека после долгой разлуки и не видел в нём никакой перемены, то это очень странное и такое настораживающее явление. Потому что он должен приносить больше и больше плодов спелых и сладких. И должен внутренний человек со дня на день обновляться. вы только вникнете в это. Обновление. Есть физиологическое обновление. Вы знаете, что каждые семь лет все наши клетки меняются. А это духовное обновление. с новой радостью, с новой верой, с новыми Богом данными силами, с новыми возможностями, которые Господь нам посылает, с новыми приключениями с Богом, как под влиянием этой книги говорю. Потому что очень многие вещи в моей жизни, которые я мечтать не могла и думать не могла и вообразить не могла. Понимаете как? Бог дает, открывает, дает возможности. Чудо. Действительно приключение. Марина Сергеевна, вы сказали хорошую фразу. Мы многослойные, да? Да. Я тоже представлял себе, думаю, вот это обновление, я все об этом думал так же. Я представлял себе, представляете, как, то есть Христос входит в сердце, в самое внутрь, и мы начинаем обновляться уже как бы изнутри. Вот эти слои, они меняются изнутри. И чем ближе к старости, тем ближе вот этот слой, понимаешь? И почему, когда человек пожилой, люди прям видят в нем доброту, видят в нем чистоту вот эту, понимаешь? Чем пожалеют, понимаете, да? То есть вот эти слои все уже обрушились, обрушились, обрушились. то есть мы делаем, знаете, что мы делаем тем более простыми. Простыми, да. Многословность это предполагает, что сердцевина где-то есть, но наружу не видна. А потом мы делаем себя простыми. Вы же меня перед глазами с давних-давних времен. Поэтому я очень рада, очень рада видеть, какие замечательные изменения. вот огромная разница в жизни верующего и неверующего. У верующего впереди новый день вечности. Жизнь долгая или короткая есть лишь ожидание рождения высшей сферы. Такой был тоже в истории замечательный проповедник Уайтфилд. Он собирал несколько тысяч горняков, которые вылезали из-под земли, грязные, замученные, в Англии после 12-часового рабочего дня и не спешили домой хоть умыться или поесть. Они знали, что он будет тут и будет им говорить о Божьем Слове. Они так жаждали его слушать, что они собирали пять тысяч, и он без микрофона с ними говорил. И по их лицам слезы текли, умиление, благодарность, они обновлялись, они отдыхали душой. И вот этот проповедник, он такая тут деталь о нем, он не хотел в виде гнезда по эту сторону жизни. Он проповедовал непрерывно. Он умер в 58 лет. С ним связано пробуждение в Америке, потому что потом он переедет в Америку, будет на лошади разъезжать по побережью и проповедовать. Вы понимаете ли, настолько он по эту сторону жизни не хотел укореняться. Вот эта фраза, которая поделилась с вами, которая меня занимала весь этот месяц, что люди, которые надеются на Христа только в этой жизни, они несчастнее всех человеков. Потому что в этой жизни у тебя все будет, как у людей бывает, так и у тебя будет. Здесь ты потеряешь, здесь тебе изменят, здесь ты надеялся, но не получил, разыгрывание какое-то. То есть ты должен смотреть, как христианин, ценности вечные, Христос воскрес, воскресла с ним душа моя. Его воскресение. Бог нас воскресит той же самой силой, которой воскресил Христа. Силой Духа Святого, которая находится тут у нас внутри. Она неоткуда-то, она тут находится, сила воскресения. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И Бог цинил старых людей. Я сейчас могу это, я говорила эту фразу в начале курса, но я хочу сейчас конкретные примеры привести. Как Бог оценил Халева, Иисуса Навина, волхвов. Бог Бог является в святых, которые терпеливо исполняют повседневный долг. И часто Бог ждет, пока человек будет готов для его дела. Тут очень интересный пример Моисей. Моисей ведь где-то каким-то образом знал, что ему дано будет вывести народ из рабства. И когда ему было 40 лет, он счел себя готовым для этой цели. Вы помните, он убил ебтянина, рассчитывая, что они увидят в этом, что Бог назначил его рукой вывести народ. Вместо этого только будет гонение, он должен будет бежать и еще 40 лет пасти овец в пустыне. То есть Моисей считал себя готовым для Божьего дела, но Бог не считал его готовым, потому что ему нужно было быть не только смелым и мужественным, а ему надо было быть безмерно кротким, и безмерно терпеливым. 40 лет пасти овец. И учиться жить в пустыне. И смирять себя. И написано о нем, Моисей же был кратчайший человек. Ничего себе, кратчайший. Могущественный такой Моисей, кратчайший. Вы понимаете, как Бог работает над нами, и как Бог долго ждал, пока Моисей созреет. А он, сам Моисей к этому времени, уже и мечты всякие потерял, и планы, что его рукой будет освобожден народ из рабства. Вы помните, как он отнекивался? Косноязычный я. Бог ждал, когда ему будет 80 лет, когда он сможет исполнить это дело. Вот подумайте об этом, что Бог часто ждет, когда избранный им человек состарит, а по-божьей созреет в исполнении важной роли. Самый важный труд старца Симеона и этой Анны, самый важный труд, они встретят, примут на руки младенца Иисуса и возвестят определение о нем и возвестят это во всем Иерусалиме. Это важнейший труд их жизни. Вы помните, это было глубокой старости. Даже Симеон сказал, наконец, отпускаешь меня, владыка. Про Анну будем еще отдельно говорить. Такая очень удивительная вдова. Понимаете, то есть их самый главный труд ждал их в самом конце жизни. Подумайте об этом. И вспомнить Захария и Елизавета. Бог не давал им сына, потому что сын это должен был быть явным крестителем. Они родили его, уже будучи старыми, родили как чудо совершенное. Бог готовил того и другого к этому рождению. Ой, вы знаете, когда начинаешь касаться Библии, тут невозможно остановиться, чтобы не вспомнить все чудеса. Вы сознаете или нет, что Елизавета ей было дано сообщить Марии, что она имеет в очреве Спасителя. Именно она сказала Марии. Мария не знала об этом. Было пророчество ангела, но она не знала, что она уже имеет в очреве. Ей сказала об этом Елизавета. Елизавета сама удивилась. Она говорит, и откуда это мне, что ко мне пришла Матерь Господа моего? И откуда это мне? Она сама не могла понять, что такое она говорит. Откуда это она знает? И только две женщины во всем мире знали о том, что будет Иоанн Креститель родиться, Иисус Христос родиться, и что в очреве находится. Потому что написано Елизавета натаилась, помните? Как раз это вот и Иосиф ничего не знал. И вот только две женщины во всем мире им дано было все это знать. Ну в общем вот так вот все удивительные вещи. Бог готовит к служению. Он использует не только старых людей. Мы знаем, что он использовал юность и ремии, но он также использовал старость Моисея. Он использовал людей с физическими недостатками. Моисей в самом деле заикался. У Тимофея были болезни, у Павла было жало о плоти. Многих незаметных людей, Бог делает оплотом Своей славы. Он же сказал, что сила Моя свершается вне вообще. Вот это загадка такая. Блаженны мы, когда мы понимаем это. Пока у нас много своих сил, мы делаем свое дело. бывает не туда. И бывает не туда. Чаще всего. То есть понимаете, как интересно. Поэтому часто Богу надо сокрушить нашу силу, чтобы мы были полезны для него. Когда я немощен, говорит Павел, тогда силен. И тоже, знаете, сколько удивительных примеров этого. Когда я немощен, тогда силен. Уж раз мы сказали про Павла, я такой пример из его жизни приведу. Вы помните, когда он был в Филиппах, когда он попал в темницу, когда он был избит, был в оковах, и потом его извинились, вывели, и он направился в Фессалоники. Довелось мне побывать в Греции в Фессалониках. Я тогда внимательно села перечитать все эти места. Я представила себе, как он избитый пришел в Фессалонике, это рядышком, это недалеко, но все равно какой-то путь проделать избитому. И сам Павел говорит, я у вас проповедовал великой немощи. Написано. Я тогда соединила это, поняла, что действительно он, понимаете, после этого избиения по-настоящему месяц ему вылеживаться надо. А он пошел сразу проповедовать в этих Фессалониках. И он не мог проповедовать там, потому что через три раза, три недели, три субботы. А потом его изгнали оттуда. Он пошел тогда в Афины. И вот он покоя не мог найти в этих Афинах. Он беспокоился, он только начал говорить Фессалоникийцам. И он туда посылает узнать, как там, Вера, не тщетно ли я, потому что я такой немощи, с таким подвигом трудился там. И может быть напрасно все, может быть. Вы знаете, он был в восторге, когда ему сказали, что не просто веруют, а вера их возвещается по всей Греции. Такая крепкая вера. Божья сила совершилась в совершенной немощи Павла. Он и сам себе не доверял. Не пропало или все. Верили и стоят. Я не мог успокоиться, пока я не послал к вам Тимофея и не услышал от него. То есть, понимаете ли, наглядно видим, он беспомощен, сознает беспомощность, и поэтому в каком-то таком отчаянии даже, что вот он был там, говорил, его слушали так хорошо, но его прервали этот путь. Он хотел снова прийти, и не получилось снова прийти. И не получится снова прийти. То есть, понимаете ли, как? Так кто же действовал тогда этой могучей силой, что вера этой общины стала возвещаться во всей Греции? А я скажу, уже как историк скажу вам, Греция это уже Европа, это уже та Европа, которую Бог защищал и съедал как основу для будущего распространения христианства, не дал арабам взять ее во время арабских нашествий. В общем, много, что он защищал Европу. Место будущей реформации, переводов библейских книг, место богословия христианского. все началось с фессалониками. Вы понимаете, то есть это все уже, это Павла тут близко уже не было. Вы понимаете ли, что когда мы соработники Богу, то это получается за пределы всех наших мечтаний и сил движется. Я себе представляю себе Божья колесница движется, а на ней муха сидит. Муха это мы. Но мы туда же. Пожалуйста. Просто вы в каком-то курсе, не помню в каком приводили, пример книгоноши, которая свою Евангелие отдала в этом самом трактире. И Бог ей даровал 98 лет жизни, по-моему, да? Это же такое бывает. Ну молодец, какой запомнил. Такой хороший пример. Потому что все раздала и не было там какого-то сапожника застрял он. Пришел поздно и рыдал. Говорит, я, наверное, страшный грешник, мне не досталось. Но тогда она ему свое отдала. То есть, понимаете ли, вот это Божьи люди, Божий труд, что когда мы труд ваш не тщетен пред Богом, по той простой причине, что Бог его с нами совершает. С нами, за нас и после нас. вот в какую область мы входим. И Божья слава это скрытый центр истории. Я нашла, знаете, какое место? Что все соделал Господь ради себя. Ради славы своей. Он все делает для славы своей. Все, что происходит, все для славы Божьей. А где слава Божья, там слава наша. Прошу тебя, чтобы слава, которую ты дал мне, а я дал им, помните? Все, что Бог делает, Он делает для славы своей. И с этой точки зрения на историю смотреть очень поучительно. Мы не видим славы, мы видим потерю, мы видим поражение. Не спеши, подожди. Война 12-го года. Да, война 12-го года, война тутошняя, последняя наша война. В общем, слов моих нету. Он все делает для славы своей. и божья слава это скрытый центр истории. Нужно особое ее изучение, скрепка веры и молитвы, чтобы мы могли историю читать его глазами. Часто, мои дорогие, мы живем ради нескольких часов величия в день смерти. у нас тоже недавно одну сестру похоронили, которая была вместе с ней мы работали в школе, детям преподавали Библию. Смиренная сестра, которая ничем никак не блистала. Мне рассказали про ее кончину, как передавалась изуз в уста по всей церкви. она, умирая, успела и смогла прославить Бога, дивными словами прославить Бога. Понимаете как? Это, может быть, был звездный час ее. Она очень скромная была, и она не выражала ничего словами. Такой исполнитель смиренный была. И ее пресмертные слова передавались изуз в уста буквально в тень ее кончины. Как она его прославила. Часто мы живем для нескольких часов величия в день смерти. Миссия нашей жизни, то есть то, как мы исполняем Божие поручения, миссия нашей жизни, мы посланные, мы его народ, мы посланные Богом. Так это Божье дело. И вот такие закономерности. Чтобы старость была успешной, она, как и все на свете, должна начинаться с юности. И знать, как стариться, слышите, это труднейшие главы в искусстве жить. Стареть труднее, чем умереть. Ведь нужно, что такое стареть, это постепенно, день за днем, от чего-то отказываться. труднее, не граждан. Не не , не граждан. Субтитры создавал DimaTorzok